Все контакты на мастеров оставлю в описании под этим видосом Смело обращайтесь, говорите от Мотохантерса Сейчас я вам расскажу историю о том, как мы поставили движок Ну что, сегодня великий день Черт побери, я думал здесь нормальная пробка Сегодня BMW возродилась Валера красавчик, епта Вот так вот, опа, как новую машину обмываем Начнем Это туда надо выкинуть, кстати, это европейские мусульники Там много осталось еще Начинаем 1, 2, 3, начинаем видео о мусорниках Люди уже на меня смотрят тут вокруг, все так странно Ну ладно Друзья, как вы считаете, может мне постоянно снимать видосы в костюме? Особенно рубрику автотестер Это когда я рассказываю о других автомобилях Например, как недавно я выложил видео о Subaru STI 2006 года Притормозить, чтобы не пробить подвеску Что уже делали на Subaru? Просто пролетаете и все Безрамные двери Фишка Subaru Во-первых, отряхивайте ноги, когда садитесь Сука, не могу залезть Теперь я считаю, что здесь вообще нет места Которые вы почему-то не посмотрели Ну ладно, не об этом сейчас А сейчас топовый комментарий Сегодня у магазина поношенной одежды Я видел BMW E60 Все такое в М-пакете Красивое, зализанное Это была не моя E60 Видно сразу, что хозяин вкладывал в нее деньги Под стеклоочистителем лежала брошюрка Надоело жить от зарплаты до зарплаты Так вот, дорогие мои Если вы будете покупать не новый BMW Я вам всегда советую иметь хоть маленькую котлетку про запас А если вы покупаете новую BMW То у вас, видимо, очень много вкусных котлет про запас В этом видео я хочу, чтобы вы посчитали Сколько примерно плюс-минус я потратил на это унылое ведро Чтобы сделать из него хрустальный кувшин Это, наверное, херню какую-то сказал онлайн И те, кто хотели покупать BMW Напишите, не перехотела ли ваша хотелка покупать эту BMW Не перегорела ли она 4 марта, 9.02 Наша история с BMW продолжается Позвонил курьер, сказал, что через полчаса подвезет двигатель для нашей ласточки За движок нужно заплатить 500 евро Плюс 10 доставка из Деппелса Надеюсь, что в этот раз меня никто не обманул По телефону я продавцу рассказал ситуацию о предыдущем двигателе Который мы с вами покупали из Литвы Который был просто угандошенный Его отвезли обратно На том движке я потерял 70 евро За доставку Хорошо, что вообще вернули деньги Продавец, выслушав мою историю, сказал, что я могу снять голову Посмотреть поршни, посмотреть цилиндры Вообще без проблем У них есть даже свой сайт с BMW деталями Почему я раньше не позвонил, им не понимаю И снова мы у Валеры в гостях Два месяца уже примерно стоит моя E60 Ну вот она С пробегом 300, сколько-то там, 20 тысяч километров было Валера тут все почистил Те, кто следят за сериями, они все это уже видели Вот сейчас ждем курьера Вот-вот появится с новым сердцем для нашего Льва Валера, там уже что-то крутишь Что-то там крутишь, рассказывай нам Съемник ставит Съемник ставит Как вы помните, двигатель из-за Литвы оказался очень плохим Мы снимали клапанную крышку, снимали головку Движок сняли с английской BMW У них обычно маленькие пробеги Ну тут было что-то около 200 тысяч Ну стандарт Я думаю, что это не так важно Двигатель 2006 года После такого не ходишь, да? Нет, уже как-то E60 535 Не, ну подожди, мы сделаем, все будет четенько Просто она же угандошенная во все дыры была Поэтому так все и получилось Я просто читаю комменты под предыдущим недосом Как раз собрал деньги на E60 Что-то побаиваюсь покупать теперь Скоро я также буду ездить по ремонтам Давай следующую серию Не, ребят, если вы найдете хорошую машину То вы не будете ездить по ремонтам Но обычно 535, она просто во все дыры делана Все на ней жарят постоянно Вот в этом вся проблема Просто разложили детали Быстренько показать Те, кто не в курсе, что я купил Итак, свечи, фильтра Два масляных фильтра Потому что мы сначала зальем дешевое масло Промоем движок, который нам везут Вот эта вот деталь Оригинальные вакуумные шланги Посмотрите, как они выглядят Все детали оригинальные практически Комплекты цепей Успокоители, натяжители, прокладки Прокладки Еще прокладки Какой-то клапан Блок реле накалывания сечей Это не оригинальный Видите, Хьюго Стоил 56 евро Охлаждайка Топливный фильтр Драймерс-Онли И наши турбины Восстановленные За 540 евро Обе турбины Битурбо у нас И за все это Примерно я отдал А, кстати, вот Форсунка еще Проверенная на стенде За все это Я отдал Около 1250 евро Для тех, кто не в курсе Движок пошел в разнос Видите, вот это клапана Ну, так вот выглядит Голова у нас Так вот выглядит поршень В первом цилиндре Подожди, это первый или шестой был? В первом цилиндре Двигатель пошел в разнос План работы такой Я уезжаю по делам Работать Зарабатывать деньги на BMW Валера снимает головку Завтра приезжаем Мы смотрим, если там все хорошо Берем головку Везем на шлифовку И на проверку, да? Многие удивляются Как я не впал в депрессию У меня такой позитивный настрой Понимаете? Ну, да Движок сломался Да, столько проблем Да, купил говно Проблемы будут всегда Просто вопрос в том Как вы подходите к решению этих проблем Были бы вы молодой парень У которого не было бы денег В принципе, все Бэху можно было бы похоронить Хорошо, что у меня идут Какие-то денежки с Ютуба Хотя многие думают Что там какой-то космос На самом деле Я уже не раз говорил Что я тут больше вкладываю денег Чем зарабатываю с ДБМ Я покупал ее не ради контента Я покупал ее просто, чтобы кататься на ней А не чинить ее И постоянно ездить по сервисам Блин, седые волосы Проблемы Время, нервы Если бы у меня была миллионная аудитория Миллионные просмотры Конечно бы это был супер контент Я бы ее отбил уже давным-давно У меня просто контент И я выхожу, ну, по маленьким минусам Получается И все В этом случае у меня маленькие минусы Я пытаюсь найти что-то по скидкам Где-то с кем-то по бартеру Что-то договориться Поэтому, ну Другого выхода нет Нужно поднять БМВ на ноги Пацаны, если вы себе когда-то захотите БМВ Е60 и девчонки Обязательно посмотрите все серии Про мои БМВ У меня было две Е60 Я знаю, о чем я говорю И вот в очередной раз вам показываю Как высоко стоит передок без двигателя Давно мы у Валеры не были Всем привет, еще раз Так, вот это мы будем менять, да? Что-то за деталь Задний сальник Задний сальник Дальше, что мы будем менять Вы там в комментариях написали прокладку Поменяем и прокладку будем менять Болты новые поставим Каленвал уже, да? Каленвал, да, ты коренный Вещу, что смотри, да? Я уже вижу, да, потертись Цепи старые, да? Цепи старые, да? Цепи у нас новые все будут Движок практически новый Наверное, пробег там 80 тысяч километров Ну нет, я почистил немножко Кольца мы менять не будем Посмотрите, забиты масляные кольца Это хорошо, да? Это плохо Это плохо? Конечно Я понял Их помыть надо Все вымыть Я, ребят, просто вам показываю Я не механик Я не механик Вкладыши Эта шатурная уже Здесь тоже, да, будем менять Вкладыши? Эти тоже Ну и остальные поршни В таком же примерно состоянии? Нет, ну они Как бы грязные Ну, но они Очень хорошие в стиле Нигде не видно, что Ребята нас не обманули Единственный нюанс Который мы сейчас вам покажем И расскажем Эта информация будет для тех Кто снимает на разборах И для тех, кто покупает Движки Да, вот здесь стоит Наводной насос Высокое давление И все, кто, когда продают двигатель Пытаются снять насос Продать без насоса Здесь есть отверстие Откручиваешь крючечку Можно ставить съемник Чтобы вытащить красивый насос Но так как у некоторых нету этого Они пытаются его выбить Оттуда И получается вот такая проблема Когда выбивает НВД насос Они снимают его съемника Потом, соответственно, вы поставите движок И у вас Да, и у вас потом цепь разлетелся И по новой все пойдет Так что проверяйте движок Или спрашивайте, как его сняли на будущее Чтобы не попасть на бабки В очередной раз Ну, движка Здесь все красиво Здесь все чистенько все Вроде масло меняли вовремя Вообще не черненький, ничего Вот это, да, прикладку мы будем менять? Да, вот это Смотри, я уже вчера его видишь Отчистил его Да Ну, тут да Я даже вижу, что тут довольно-таки чистые цилиндры Так это я вчера почистил А, да? Да Вот это не стану вчера Да, это что нет Знаешь этих царапин там таких Нет, просто понимаешь Здесь нагар идет черный Потому что поршень Кольцо низко стоит И он не может это достать Почистить его Здесь такой нагарчик остается Вот я его убрал Ну, вот этот движок реально довольно хороший Тут ничего не стерто, номера никакие Все видно, все хорошо Вот это может быть интересно тем, кто никогда не видел движок вообще в разборе У меня такой первый раз Я скоро тоже движки буду собирать Будем работать тут Позаказывали снова кучу деталей Я поеду все заказывать, покупать Приезжаю и тогда забираю голову, привожу детали Ну и мы продолжаем наш КВМ Совсем скоро мы тебя поднимем, моя ласточка, на ноги Читаю, кстати, ваши комментарии под видосами предыдущими Где вы писали Денчик, купи там прокладку Денчик, поменяй это И хочу поблагодарить вас за эти советы Потому что очень реально много годных советов Полезных Спасибо вам Дорогие мои, минуточку внимания Очень важная информация, к тому же полезная Если ты себе ищешь надежного коня То я тебе хочу посоветовать CarVertical Переходи именно по моей ссылочке в описании И в закупленном комментарии получать 10% скидку Тем самым поддерживая меня И помогая мне делать более качественный и интересный контент Даже если ты не хочешь сейчас покупать автомобиль Просто кликни и посмотри, что ты можешь там проверить Поделись со своим другом Мне будет очень приятно В наше время с этим не должно быть проблем Продавец должен вам предоставить его Если он, конечно, адекватный Что важно, информация, предоставленная в других отчетах Может быть изменена А эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях Поэтому ими невозможно манипулировать Записи об угонах, данные продавцов Я лично использовал этот сервис два раза И получил довольно подробную информацию По интересующим меня автомобилям Пробег автомобиля, который обычно все любят скручивать Спецификация автомобиля Комплектация Здесь вы можете проверить историю ремонтов И технического обслуживания Отчет о скрытых повреждениях Характерные дефекты для каждой модели Если у вас нет возможности пригласить эксперта Проверить автомобиль И вы не сильно понимаете в этом Тут есть даже контрольный список Который поможет вам при проверке автомобиля Недостатки модели и ее изъятие с рынка Я уверен, что CarVertical будет полезен многим Переходите по моей ссылке И получайте большой жирный плюс в карму Спасибо вам за поддержку И удачи Вам этот мост еще не надоел? И снова мы едем к Валере Сегодня суббота Он говорит Денчик, вези вкладыши Я купил вкладыши Сейчас покажу, что за вкладыши Сколько они стоили Валера говорит Я в субботу буду собирать двигатель Хочу быстрее все сделать Я тоже хочу быстрее собрать эту пеху И поехать на ней уже Перед тем, как показать вам вкладыши И сказать, за сколько я их купил Скажу, что один оригинальный вкладыш На BMW стоит 25 евро А теперь посчитайте Сколько вкладышей нам нужно И сколько по деньгам это вышло бы Рассказываю Вот это на шатуны Вкладыши Комплект стоит 70 евро Вот такой вот В комментах там, конечно, напишите Говно не говно Но вот эти немецкие вроде неплохие Сказали Дальше Вот это на коленвал Идут вкладыши Вот такие, да? Фирмы Гляко Если честно, я не знаю такую фирму Может хорошие Может нехорошие И масло вот купил Чтобы промыть движок Чисто слить Там промыть все 5W30 Платину Макс Это, наверное, самая дешевая покупка В моей жизни Для машины 13 евро 8 Представляете? Как младенца Закутывал Наш малыш здесь Сейчас будем показывать Ну новый движок Все Навье Новые поршни Новый блок Красава Постарался На славу просто Все решаемо Валера достал Специальный Даже аппаратик Которым Прочистить Кольца На поршнях Да? И как он это сделал Есть такое волшебное средство Может кто-то и знает Напишите в комментах Но чтобы вы не мучились И не Писали в Валере Постоянно Что это за средство Вот Запоминайте Кто знает Пишите в комментах Что это такое И будет вам счастье Вот Делать чудеса Но это Долгие часы работы Не все так просто Как вы думаете Красота Я теперь знаю Как это называется Запчасти В движке Коленвал Поршни Шатуны Вкладыши Да Да Налево Он сказал Ему ссать хочется Вот Сегодня 21 марта Я думал Включение будет Сразу в гараже Мы везем запчасти Прошло очень много времени Я вот на Аудике Таком еду Там ничего Если вы где-то попадете В кадр В кадр У меня все время начинается Так Ну что Валера Опять приеду Здорово Снова Так Привез я детали Сейчас вам покажу Смотрите Вот это все стоило 210 евро Два шланчика Вот эти вот Такие вот Все оригинальное Я не знаю Как называется Эта деталь Как она называется Сальник коленвала Сальник коленвала И прокладка головы Да И болты Вот Куча болтов Я взял Оригинальные болты Можно взять Была Куча старых болтов И вот Куча новых болтов Стоили болты Сами 50 евро Оригинальные БМ-болты Дальше Целый Пакет Коробка С бордаль Продукцией Я вам потом покажу Когда мы будем Заливать Все менять Вот присадочку Взял Такая вот присадочка Посмотрим Как все это будет работать Огромное спасибо Ребятам из бордали Что они поддержали Потому что денег Уходит очень много Дальше Что мы взяли Маслосъемные колпачки Вот эти Надеюсь Они подойдут Сейчас вот это Старые Маслосъемные колпачки Смотри Вот потрогай Немок Он такой Каленый Типа Твердый Попробую Вот этот Мягенькая резиночка Я чувствую Так что меняем Маслосъемные колпачки И самое Самое Интересное С этими вкладышами Потому что Первые вкладыши взял Они были С одной дырочкой Они для алюминиевого блока Вот эти вкладыши Для чугунного блока И чувак Который Интеркарс Он час искал Эти вкладыши И сейчас мы откроем Посмотрим А это телевкладыши Но не открываем их до конца Только вот так надо открыть Да Цена вкладышей Вот этих И плюс мало Слосъемных колпачков Все вместе Было где-то 61 евро И 10 центов Да Сейчас смотрим Это эти вкладыши Валера говорит Эти да Окей Аллилуйя Просто Аллилуйя Так вот БМВ Валерина стоит 540 Четенькая Потом ее заснимем Покажем Какая она Лялька красивая Это все мои болты От движка Да Да Лапаные крышки Ого Это как новье Все у меня будет Красавчик Эрли Когда у тебя пойдет В разнос тачка Ты знаешь Кому обращаться Все Повезем Деталь От БМВ На машине Ауди Да Топ просто Вот столько еды У нас Эрли заказал 10 чизбургеров Он говорит Что чизбургеры Самые вкусные Магнолит Вот на свой Мешок с чизбургером Посмотрите Какой мешок Я просто офигею Вы понимали Как этот Обложился Пацан едой И еще Демас пита чипс Покажи Демас пита чипс Из арабского хлеба Не во фритюре Купить можно в Римчике Вот такой еще Мусорный мешок Все Я его еду Выкидывать И мы едем дальше Так Приехали к ребятам Из силы рейнджин А вот это У меня бампер Кстати 2103 За 200 Отдали голову Сказали Что завтра Уже будет готово По цене Еще не знаю Завтра скажу Сколько было И вообще Может она Плохая голова Главное Проверить Все скажут 26 марта Погодка просто Шик Тепло Сегодня 13 градусов тепла Вместо того Чтобы кататься На мотоцикле Или вытащить его Я еду За блоком Для движка Ребят Смело приезжайте Вот к этим ребятам У них просто Какой-то Адский трэш Им везут Постоянно головы От BMW Это наверное Какая-то напасть У них новый адрес Вот моя голова Я ее сейчас забираю Проверили На наличие трещин И сделали Как сняли Небольшой Этот С верхний слой Да, шлифовку Сделали Все, спасибо Я погнал У них новый адрес Вот они здесь находятся И почему я сюда Именно привез эту голову Потому что Мне посоветовал Валера Так же самое Как я ездил Другие сервисы Я езжу по советам Ребят Которые уже Имеют опыт Хочу сказать Спасибо ребятам Из силы Рейнджин За предоставленную скидку Так как я уже Так потратился На эту BMW А все Едем к Валере Наконец-наконец-то Уже мы На последней стадии Собираем движок Надеюсь Скоро запустим его О, здорово Привет-привет О, две недели прошло Головка приехала Молодец Красава Слушай, сколько времени Уже прошло Не помнишь? Два месяца уже Мы этим занимаемся Итак, представляем Вашему вниманию Бентли Роллс-ройс Ракета Пушка Котлета Двигатель От BMW Встречайте Что у меня сразу бросилось в глаза Вот этот значок Ммм Какой он чистый Какой он весь такой ухожененький Все вычищено Все смазано Покрасил, да, вот этот блок, да Низ весь очищен Давай его покрутим Покажем Как он вообще выглядит Давай-давай Как это мангал, знаешь Крутим-таки Варбики Весь низ почищен Это на техосмотр приеду Если они увидят То они такие А, ты чё, это новая машина, что ли? Огонь Просто огонь Валера проделал Гигантскую работу Ты всем будешь так делать движки? Альпини, да, тоже Да? Окей Это супер Так что приезжайте к Валерию Не забывайте Ну, часто не приезжайте Потому что мне еще тут Одну байма ремонтировать Надо будет М-22,5 Это первый мотор, который ты сделал, да? Да, это было Это в каком году было? 20 лет назад? 20, 25 Нифига себе Е-23, да? Свощи Смотри Ух ты Вот это красотища, слушай Он пока заморозил, да, этот проект? Крутый салон, я вижу, что перешит уже у него Все, я Валерию все оставляю И чипсон из арабского хлеба С чесноком Но целоваться ты не сможешь, на все Все, и Валерию камеру оставляю Он будет снимать видос Как собирается Поехал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу еще раз поблагодарить ребят из Бордаля, Латвия Приезжайте к ним в их офис, говорите, что от меня И получаете скидки 15% Я знаю, что сейчас начнут говорить Это плохое масло, это хорошее масло, это говно, это классная присадка Скажу одно Люди всегда будут спорить Есть хорошие телефоны, есть плохие телефоны Кто-то любит Samsung, кто-то любит Apple, кто-то любит BMW, кто-то любит Audi А кто-то любит Жигули, Автоваз обожает Просто я знаю, что Asato Channel обожает Автоваз У меня топ-3 масел, и это масло было в этом топе Жорик, огромный тебе привет Ты, кстати, Жорик мне посоветовал это масло и присадки, которые катаются на Subaru STI Как мы знаем, на них постоянно сучат двигатели У меня самого были две стихи Всем привет Я один из субаристов Рига И мы постоянно гоняем и с Деннисом, и на его стихи, и на моей стихи Сзади реально удобно сидеть в Субарике, на самом деле Жорик, спасибо тебе, реально спасибо И чем хорошо именно это масло, я там почитал История, Википедия, Гугл, загуглил все А во Второй мировой войне Летчики использовали именно эти присадки и масла Точнее, вру, присадки они использовали И там образуется такая несмываемая пленка Если враг пробивает твой самолет, твой движок, там картер Масло вытекает, но ты можешь спокойно долететь до аэродрома Так что можно ездить, в принципе, без масла Если у вас вытекает масло, вы можете проехать какое-то определенное количество километров без масла У них даже есть видос, я в описании оставлю ссылочку на этот видос Ну а сейчас хочу вам показать, как эта присадка работает Хотя я знаю, что всеми нашими, наши любимые Давидович, Давидович, Давидович уже это все показывал Итак, друзья, привет! К нам сегодня приехал Денис Сегодня мы покажем, как работают наши присадки Бордаль Перед вами машинка трения Тимкен Здесь у нас подшипники Игольчатого типа SKF Мы проведем эксперимент Разделим его на три этапа В первом этапе мы проверим трение на сухой поверхности Без масла На втором этапе мы нальем в этот резервуар масло И на третьем этапе мы добавим присадку от Бордаля под названием TurboProtect Это ее старая упаковка Так она выглядит в новой упаковке При силе тока 3,5 А на двигатель вал перестает крутиться Мы закрепили игольчатый подшипник Вот он новый, гладкий Вал тоже зачищен Гладкая поверхность Начинаем эксперимент На этой рукоятке видно усилие, которое мы будем прилагать для того, чтобы остановить крутящийся вал Слышен характерный звук Трение металла об металл В пятне контакта нет масла, поэтому звук достаточно громкий, агрессивный И на цифре 3 с небольшим вал перестает крутиться Что мы видим после первого эксперимента при трении металла об металл Такой достаточно сильный износ, как на подшипнике, так и на валу Он видится невооруженным глазом и чувствуется ногтем Второй заход Мы переставляем подшипник Площадь касания была на гладком месте И передвигаем вал так, чтобы подшипник попадал на гладкую поверхность на вале Значит масло можете использовать любое В этом нет никакой разницы Поэтому мы даже не будем показывать, что это за бренд Это абсолютно все равно Теперь у нас в резервуаре есть масло И мы предполагаем, что усилие, которое мы будем применять, чтобы остановить вал Будет выше, чем при сухом трении металла об металл Давайте посмотрим, как это будет работать на практике Вот у нас уже значение 3, при котором на сухую металл об металл Вал останавливался с маслом Ситуация немного получше Уже 4 5 На 5 Вал остановился Итак, что мы видим? Мы видим все тот же износ И на вале примерно он так же выглядит И на самом подшипнике Теперь перейдем к третьей части эксперимента И добавим присадку Turbo Protect Значит, комплексная присадка Bardal Turbo Protect Она подходит для любых типов моторов Бензина, дизель, с турбиной, без турбины Этот флакон может обработать до 6 литров масла Если нужно обработать больше объема, чем 6 литров масла Тогда вот используется присадка Summa Lub Те же свойства, что и у Turbo Protect Она более концентрированная И здесь литр Есть еще объемы 5, 10, 20 литров И это намного выгоднее покупать, чем в таком маленьком тюбике Переходим к третьей части эксперимента Turbo Protect мы уже добавили Игольчатый подшипник переставили на новое место И поменяли позицию вала Для того, чтобы эта присадка начала эффективно действовать Нужно некоторое время Ее нужно приработать Мы видим, что то усилие, которое мы применяем к рукоятке Оно уже превышает то усилие, которое было применено при сухом трении И при использовании масла без присадки А также мы видим, что мотор не испытывает практически никакой нагрузки Хотя усилие поднялось в разы Вот уже 7 И мы не слышим никакого звука на вале Мы слышим, как он крутится, но мы не слышим звука трения Дальше я боюсь просто сломать рукоятку Потому что, если это видно на видео Она уже согнулась так, что в следующий момент она может просто треснуть Мне тоже самому захотелось попробовать Главное не сломать этот аппарат Я довольно сильный парень Видите, да, почти что уже согнул Эта штука работает, ребят, она работает реально Покажи, вот здесь вот уже Охренеть! Если камера сможет уловить, такое небольшое пятнышко образовалось при работе с присадкой Качество продуктов Бордаль по достоинству оценили автоспортсмены из Латвии Среди них такой человек, известный в кругах дрифтеров Евгений Сапун из Даугавпилса При поддержке нашей компании в 2016 году он занял первое место в своем классе по дрифту И в конце сезона он, открыв свой мотор, обнаружил, что в этом году вкладыши менять не надо Потому что весь год он проехал на продуктах Бордаль Хотя до этого, все предыдущие годы он менял вкладыши каждый год после каждого сезона Видите это счастливое лицо? Она едет, она наконец-то едет Прошло сколько там? Два месяца, наверное, или больше Ну, Валера, вкратце, вкратце, вот обо всей работе что ты скажешь Вот и сказки конец Вот сказки Как думаешь, как долго отъездим теперь? Ну, ты знаешь, что она где-то час отработала Масло как, как будто я только залил Свеженькое, да? Ну и по идее, никаких потеков уже не должно быть, правильно, по маслу? Сейчас займем вот еще присадочку Бордаль, турбо, фулп, 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 фулп Блин, фулп, протект вот это вот Фулметал и турбопротект Что, заводим? Сейчас займем присадочку и заводим, да? Нет Надо заводить и грейте потом А, да, сейчас заводим Ну, давайте завезем Заводим, да Я реально не верю, что машина работает просто Это никакая не наигранная улыбка Я реально очень счастлив Заливаем чудо-присадки, да? Да Да Валер, ты веришь в присадки или нет? Ну, я это никогда не пробовал Вот этот бардаль в присадку Ну, ты нужно поездить И вообще разобрать движок Потом тогда разбираешь и смотришь, что и как Вы, наверное, видите вот эту улыбку на моем лице Мой 33-й зуб, который сияет от счастья Скажу вам одно Мы прошли этот путь немецкого самурая От начала и до конца И он был нелегок Ну, что, хочу пожать руку Валерия Огромное спасибо Его контакты будут в описании под видосом Насчет цены за работу Это был наш уговор с Валерой Цена была очень хорошая И для вас он тоже будет делать хорошие цены, да? Только сильно не приезжайте к нему Потому что мне нужно чинить много машин Поэтому не зайти в очередь Все, ты красавчик Спасибо Да И наконец-то я могу наслаждаться Своей BMW Но нужно решить еще одну маленькую проблемку С рулем Вот видите, да? Горит ошибка Active Steering Вы там писали также в комментариях Так что выверни налево до конца Выверни направо до конца И тогда это должно пропасть Сейчас мы поедем к электрику Он решит эту проблемку Акрат Просто не представляете Я сажусь в BMW Если человек, который никогда не сидел в BMW Вот ему надо сесть и прокатиться на той же E60 Там Ну, на любой пятерочке Вообще, BMW это... Это класс Какой это кайф Я на ней еду Но она отстояла где-то месяца три Это не из-за того, что Медленно Валера там делала Из-за того, что детали долго шли Это Active Steering Надо подкачать колесо Настолько приятное сидение Настолько приятный руль Настолько приятный ход машины Управляемость Даже несмотря на все эти ошибки Которые сейчас у меня повылетали Мне в кайф Накачал колеса И ошибка Active Steering пропала Что за херня? Вообще не понимаю Че за прикол такой? Обалдеть Чудеса на виражах Виражах Она сама просто То заболевает, то выздоравливает Ковид Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok